У нас особенное служение, у нас сегодня будет рукоположение служителей, и это вообще очень здорово, это очень знаменательно для нашей церкви. Если мы знаем историю церкви, апостол Павел приезжал в различные города, в различные местности, начинал он всегда служить, проповедовать в синагоге, откуда его потом успешно выгоняли. И он начинал буквально с нуля, и в основном к нему приходили новообращенные из язычников, и буквально через 2-3 года он рукополагался у служителей. Но я могу сказать о том, что уже нашей церкви уже 7 лет, и уже пора, да? Кого-то мы испытали, и мы всех испытываем, и это нормально, потому что Библию говорит, испытывайте. Рук ни на кого поспешно не возлагайте, аминь, да, потому что это очень серьезно. И мы испытываем, не все проходят испытания, и это опять же нормально. В книге Откровения, в послании к Ефесянам, Иисус Христос обращается к церкви и говорит, мне нравится то, что вы не выносите, не сносите развратных. Испытали апостолов, от Бога ли они? И выяснилось, что они вовсе не апостолы, а лжецы. Ну, то есть, в Первоапостольской церкви уже был такой негативный опыт, когда приходили из Иерусалима, рукоположенные апостолы говорили, что они вот такие крутые, ну, такие важные, такие духовные. И потом выяснялось, что они все лгут. И такое было даже в Первоапостольской церкви. Поэтому не все проходят испытания, и это нормально. Кто-то проходит испытания, и получит в свое время свою награду. Аминь. Давайте мы откроем первое место. Я буду сегодня раскрывать эту тему немного, буквально так, четко. По сути, посланник Ефесянам, 4 главе. Тема моей сегодняшней проповеди называется «Развитие пятигранного служения в Церкви Христа». Что такое пятигранное служение, кто-то уже знает. И в послании к Ефесянам, 4 главе, с 11 стиха написано. И он поставил одних кем? Апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых наделал служение для чего? Для созидания тела Христова. Чтобы тело Христа созидалось, увеличивалось, крепло, становилось все сильнее и сильнее. До тех пор, пока не дорастало до меры полного возраста Иисуса Христа. 13 стих. Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава – Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает, то есть каждого члена, аминь, скажи, в том числе и меня, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Это очень мощное местописание, которое говорит о том, что в Церкви Христовой Бог, Сам Иисус Христос ставит одних апостолами, других пророками, евангелистами, учителями, пастырами, и очень важно, чтобы все эти служения, они имели место в Церкви. Одна из моих задач, как пастыря, который прибыл сюда, в Болгарию, как миссионер, нас Наталью рукополагали, у нас дома лежит такой большой диплом о том, что мы являемся рукоположенные миссионеры, благословляли нас несколько пастырей из самых различных церквей, и просто благословили нас на то, чтобы мы развили здесь именно пятигранное служение. И вы знаете, вот, ну, просто наша церковь, она молодая, и я немножко расскажу, вот так, на живом примере о том, что если бы в нашу церковь прибыл бы апостол, вот такой хороший апостол, проверенный, испытанный, благословенный, он бы так посмотрел, а чего у вас так мало? Так, ну, так, давайте мы вот проверим способных, и будем их по двое отправлять по всей Болгарии, ну, и так далее, подумаем, будем ставить церкви, ставить церкви, кого-то еще рукополагать, и он не успокоится, ну, его, потому что у него апостольское призвание. Апостолы – это значит посланные, то есть посланные от Бога, посланные Богом, имеющие власти, помазание и силу. Его служение, как правило, сопровождается всякими знамениями, чудесами, исцелениями, и люди именно на это приходят, они видят о том, что приехал, ну, такой дар, дар апостола, который Бог реально послал и которого Бог сопровождает. Пойдем, получим исцеление, получим благословение, пойдем, получим освобождение, и так далее, и подобное. Если бы в нашу церковь прибыл бы пророк, он бы так сказал, а что-то у вас это, пророческие дары не развиваются, давайте мы кого-нибудь отправим на пророческую конференцию, на какой-нибудь пророческий семинар, ну, там пророк, ну, где-нибудь вот хороший, к нему пусть поедут, у него обучатся, и привезу сюда дары пророчества, слово знания, слово мудрости, иные языки, дары столкования на языков, ну, и так далее, и подобное. И через какое-то время он начал бы здесь развивать свое пророческое служение. И что? Прошло бы какое-то время, у нас бы появились пророчествующие, потом пророки, то есть это все по Евангелию, это все по Библии. Если бы к нам приехал учитель, ну, такой основательный учитель, с хорошей репутацией, имеющий уже авторитет, ну, например, мы знали в своей жизни хорошего учителя, который приезжал к нам в город и проповедовал, это Дерек Принц, очень хороший, действительно, учитель, который уже ушел к небесному отцу, я в этом не сомневаюсь, у которого очень много книг, очень много наследия. Я преподавал по школе Дерека Принца, у нас была библейская школа, приезжал представитель школы Дерека Принца, Валерий Суолин, с которым я тоже был, и так далее, и тому подобное. Если бы приехал такой хороший учитель, он бы начал бы всех нас кого? Учить. Учил бы учение за учением, ну, просто вот на самом деле. И учения всегда были бы такие очень яркими, сочными, хорошими, с достаточными примерами, яркими, ну, такими, чтобы они хорошо запоминались, потому что у него дарование учителя, он хорошо может объяснить, он хорошо может разложить, что, чего, от чего, куда. Если бы в нашу церковь прибыл евангелист, ну, мы, например, знали такого, лично я знал такого очень хорошего евангелиста, которого звали Тео Осборн, на служение которого каялись, приходили к покаянию миллионы, ну, я не придумываю, миллионы людей. Он ездил по всему миру, объездил все континенты вместе со своей супругой, он тоже уже ушел к отцу, это был мощный евангелист, который тоже приезжал в наш город, проповедовал, много людей покаялось, и я помню, у нас с ним был такой диалог, я задал ему слишком сложный вопрос по книге Откровения, ответьте мне, ну, там, учительский такой вопрос, потому что в то время я был учителем. И он так на меня посмотрел, говорит, вы кто? Я говорю, учитель. Он говорит, я до конца жизни запомню его такое выражение, говорит, вы плаваете слишком в глубоких водах. То есть он мне даже не стал там что-то отвечать, потому что вопрос был очень сложный, на самом деле теологически очень сложный. Я хочу сказать о том, что евангелисты этим отличаются. Их проповедь очень проста, очень проста. Если мы будем слушать евангелиста, это реально дар, ну, представляете, дар евангелиста приводить к Иисусу Христу миллионы людей, но если это хороший евангелист, он может приехать в какой-то город и весь город через какое-то время покаяться. Представляете? Ну, вот такое дарование. А примеры его жизни, они очень простые, на самом деле. Его проповедь очень простая. Он будет спрашивать вас, вот представьте, что вы сегодня умрете. Вот это слово, как правило, евангелиста, такое четкое, конкретное. Представьте, что вы сегодня, сегодня, вот сейчас, потому что Библия говорит, что никто не знает, как дом, куда вы пойдете. Куда вы пойдете? Задумайтесь. У этого евангелиста тут же на этом служении вся церковь покаялась. Через какое-то время собрали стадион, там, тысячу людей покаялась. Через какое-то время его слушали по телевидению, по радио и так далее. Весь город покаялся. От одной простой проповеди. Слава Богу, да, за евангелистов. Мой любимый евангелист Ринхард Бонке, слава Богу, он и по сей день живой. Благодаря этому евангелисту покаялся практически весь африканский континент. Это, я ничего не выдумываю, ничего не доволяю. Миллионы людей. За одно служение может покаяться более миллиона человек. Какой это дар прекрасный, правда, да? Вот так вот сказал. Слово Ринхарда Бонке тоже очень простое. Он приводит очень простые примеры, так что даже ребенок его может понять. И все люди буквально вот такими количествами огромными, они каются. И слава Богу за евангелистов. И если бы к нам в нашу церковь прибыл бы хороший опытный пастырь, большой церкви. Также с авторитетом каким-то, который поставил много церквей, у которых есть филиалы от его церкви. Он бы сказал бы, ну, он бы дал бы нам очень много наставлений, что мы делаем не так, и что нужно делать для того, чтобы наша церковь заполнилась. И, конечно, мы бы приняли бы вот эти советы, его помощь, и наша церковь начала бы расти. Ну, слава Богу за то, что наша церковь, несмотря на то, что нас не так много, на самом деле нас смотрят через телевидение, нас слушают. На сегодняшний день подписчиков в нашем церковном сайте 637 человек. Я считаю, что это уже не мало, но это я верю и точно знаю, что это только начало. Ну, просто поверьте мне, можете запомнить эти слова, придет время, и нас будут слушать десятки тысяч. И это, опять же, будет только начало чего-то очень хорошего, потому что мы будем нести очень свежее Евангелие, очень свежее откровение, очень важное живое слово, которое будет сходить прямо с небес, и будет для людей пищей, пищей, которая рождает к вечной жизни. Слава нашему Богу! Я просто сегодня объясняю, насколько важны все дары. Ну, просто периодически, ну, так мы можем, ну, как бы, может возникнуть какое-то не до конца понимание, в плане того, что один приезжает, говорит одно, а другой приезжает, говорит другое. Ну, потому что дары у них разные, и это все хорошо. И хорошо, когда в одной церкви, ну, я верю в то, что когда церковь растет, она постепенно должна просто явить Богу полноту служения, многогранность, многоразличие Божьей славы, как написано. И в этом отношении очень хорошо, когда в церкви есть и апостолы, когда в церкви есть и пророки, когда в одной церкви есть и евангелисты, когда в этой же церкви есть пастыря, и когда в этой же церкви есть кто? Учителя. Аминь? Можете сказать аминь? Тогда это будет такая богатая церковь, это будет мера полного возраста Иисус Христа. Мы, когда приходили к Богу в 90-х годах, я уверовал, в 91-м году, моя супруга в 92-м году, в 93-м году мы открыли нашу первую церковь, в 94-м году меня рукоположили на учителя церкви, мы открыли свою церковную библейскую школу, в 95-м году я был рукоположен как пастыр, и это была такая конгреганция, то есть там было много, мы собрали большую конференцию, с Америки прилетел один признанный пророк, были евангелисты, то есть были все дары, были учителя, были пастыра. И когда в конце конференции проводилось вот это рукоположение, нас рукоположили несколько служителей, в том числе и меня, и на нас рукополагали, то есть что происходит во время рукоположения. Но я думаю, мы все помним вот этот хороший пример, когда милость кого? Пророка Ильи упала на Елисея, да? Елисей просил, то есть Илья был один из мощнейших пророков в Израиле, его слово было невероятно, его победы были невероятны, те чудеса, которые Бог через него творил, в том числе и воскрешение из мертвых, они были для всех просто, ну, это было признание всеобщее о том, что это один из величайших пророков на земле, и Елисей просил у него, вот можно, чтобы твоя милость, чтобы твое помазание, они перешли на меня вдвойне? Вот, ну, такая ревность была у человека, вдвойне хочу. Ну, говорит, ты просишь невозможно, ну, это вообще не от меня зависит, да, ну, кто я, чтобы давать или решать, какое помазание перейдет. Но, говорит, если ты увидишь, как Бог забирает меня от тебя, тогда Бог даст тебе, если ты увидишь. И когда они говорили, колесница огненная сошла, забрала Илью, и он начал возноситься. И Елисей это увидел, и начал вопиять. Колесницы огненные, колесницы Израиля, огненные, колесницы Израиля. И в этот момент милость упала, и он взял эту милость, подошел к реке, да, чтобы проверить помазание, да, вот, ударил этой милостью по воде, и вода раступилась. И он спросил, Бог Израиля, ты здесь? И ударил, и вода раступилась. Представляете, ну, какая мощь, какая сила. И он перешел на другую сторону реки. Ну, вот, это библейские такие примеры, которые говорят о том, что во время рукоположения, когда передается помазание, помазание может удвоиться, это Бог решает, но всегда переходит сила, дарование. Ну, так как меня рукополагало много служителей, в том числе и пророки, и евангелисты, да, и пастыря, и учители, ну, можно так сказать, что Бог так благоволил, что в моем служении начали проявляться, то есть периодически проявляться. Я не говорю о том, что я пророк, да, но периодически проявляется пророчество, периодически приходит учительский дар. И я думаю, что это по Божьему благоволению, для того, чтобы я мог поставить, ну, чтобы я мог реально развить вот эти дары, в том, чтобы в нашей церкви пришли все дарования. И пророки, и пророчествующие, кстати, и евангелисты, и апостолы, и пастыря, и учителя. И это будет очень хорошо. Придет многоразличие благодати Божией. Еще одно место, которое я хочу прочитать, в подтверждение. Это написано в 1-м послании Тимофея, 5-я глава. 1-е послание Тимофея, 5-я глава, 17-го стиха. Здесь апостол пишет свои наставления. Достойно начальствующим, пресвятерам. Пресвятера – это служители, это, можно сказать, это старожилы церкви. Те, которые от самого основания церкви. Это могут быть и диаконы, это могут быть пастыря, ну и все пятигранное служение. Должны оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждая рта увала молотящего и трудящийся, достоин награды своей. Обвинение на пресвятера не иначе, принимая как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами, заклиная тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно. Не делайся и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. То есть, рукоположение – это очень серьезное. В том плане, что если это сделано по плоти, не по откровению, а просто так вот захотели, просто вот кого-то там продвинуть, сделать кому-то карьеру, можно стать, когда это от человека, а не от Бога, тогда можно стать участником в чужих грехах. Бог нас дохранит. Но слава Богу, что мы внимательно испытываем, я как пастор просто призван к тому, что мы наблюдаем, какой плод. Иисус учит, смотрите по плодам. Какой плод? То или другое служение. Например, мы уже рукоположили Людмилу, нашу благословенную сестру Пустошилу, как руководителя прославления, потому что она уже до этого принесла плод. Потому что я вижу, что это поклонник, истинный поклонник, который может не только сама входить, эгоистически, который может и весь народ ввести в поклонение. И это вообще особенный, уникальный дар, которого я верю и вижу, что он сейчас умножается. Реально. Кстати, через Людмилу периодически приходят и какие-то наставления, через сны она видит очень такие четкие, и ясные, и конкретные, и благодарны за то, что Бог периодически через нее говорит. Слава нашему Богу! Еще одно место, которое хочу прочесть, написано во втором послании Тимофея, первая глава, с первого стиха. Здесь Павел пишет. Павел, волею Божией апостол Иисус Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего, благодарю Бога, которому служу, от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнится радость, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабке Твоей Лаиде, то есть у Него была бабушка верующая, матери Твоей и в Нике, у Него была мама верующая, уверен, что она и в Тебе, это вера нелицемерная, по сей причине напоминаю Тебе возгревать дар Божий, который в Тебе через что? Через Мое рукоположение. Смотрите, насколько это важно. Апостол Павел когда-то рукополагал Тимофея, который в будущем также стал пастырем церкви, апостолом, учителем, и на него пришло определенное помазание, дар, Божий дар. То есть рукоположение имеет силу, помазание и власть по Библии. Давайте мы пойдем дальше. Сегодня я хотел бы затронуть только два дара, потому что мы сегодня будем рукополагать двух учителей, сегодня мы будем рукополагать двух диаконов, слава Богу, что они решились, отважились, были испытаны и выдержали проверку достойно. И сегодня у нас будет рукоположен также руководитель молитвенного служения, который тоже уже принес плод. Дар учителя. Я хотел бы прочесть только одно место. Послание к римлянам, 12 глава. Это все очень важно знать, чтобы у нас было библейское основание. 12 глава с 3 стиха. Также апостол Павел пишет. «По данное мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но у не всех членов одно и то же дело». То есть не одна и та же функция. «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель? Увещеватель – это благовеститель или евангелист. Увещевай, то есть неси благую весть. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальник – это одно из служений диакона. Диакон – это начальник, управляющий. Заведующий хозяйственной частью, можно так сказать. Начальник ли? Начальствуя с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайся зла, прилипляйте к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью и почтительностью друг друга. Предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. И что в конце написано? Господу служите. Аминь. Все это мы делаем для Господа. От Господа, Господу и Его Божьей силой. Слава нашему Богу. И здесь написано про учителя о том, что если ты учитель, то учи. И вот знаете, дарование учителя о том, что учитель, он с одной стороны постоянно сам учится. Аминь, да? Например, наши учителя, они учатся сегодня в Минской духовной семинарии. Слава Богу. И параллельно он же и учит. То есть учительское помазание – это на протяжении всей своей христианской жизни постоянно учиться, да, и постоянно учить. Это его дарование, это его призвание. Ему в этом комфортно, ему в этом хорошо. Он плавает в этом, как рыба. И немножко о дьяконах. Ну, мы, в принципе, знаем много о дьяконах, что дьяконы – это благословенное очень служение. И об этом написано, конечно, очень много в книге «Деяния». И очень много у апостола Павла дается наставление именно деканам, какой должен быть дьякон, что он должен быть одной жены муж, что такой-то, такой-то, такой-то. Дети, вы должны быть послушны. Очень много мы можем прочитать у Тита, у Тимофея. Мы прочтем сегодня книгу «Деяния». Книга «Деяния», шестая глава. Как все начиналось, в принципе? Как начиналось служение дьяконов? Дьякон в переводе – это буквально служитель. Тот, который служит. Здесь написано, в эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их… Эллинисты – это обращенные из язычников, в основном из греков. Ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребности. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, апостолам, оставив Слово Божие, печись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя. То есть выберите, посоветуйтесь, кто из самых способных, кто имеет желание, кто имеет хорошую мотивацию, данные. Пусть будут выбраны. Семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана. Стефан – это, мы знаем о нем, это первый мученик, который пострадал за Иисус Христа, который был побит камнями евреями. Избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, что сделали? Возложили на них руки. Опять же, приводится в пример рукоположения. Акт рукоположения, который потом очень сильно проявился. Ну, например, мы можем читать про диакона Филиппа, который буквально Бог переносил по воздуху. То есть, буквально, в Библии описан феномен телепортации, буквально, можно так сказать. И это было, конечно, реальное чудо. И он мог так сильно проповедовать, что когда-то царедворец покаялся, и потом поехал в Ефиопию. Еще одно место. Книга Деяния, 21 глава. Я уже заканчиваю, мы будем переходить. Сегодня я хотел бы сказать немножко о даре пророчества, потому что, слава Богу, что в нашей церкви есть и пророчество. У нас нет пока пророков, но пророчество, слава Богу, уже есть. И в книге Деяния тоже это описано очень хорошо. 21 глава 7 стиха. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Толи-Маиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, пришли в Кесарию и, водя в дом вот этого самого диакона Филиппа Благовестника, потому что это был мощный Благовестник того времени, одного из семи диаконов остались у него. У него были четыре дочери-девицы. Какие они были? Они были пророчествующие. То есть вся церковь была в знании о том, что у диакона Филиппа есть дочери, они все пророчествуют, все об этом знали и периодически к ним обращались. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк. То есть в Первопостольской церкви был признанный пророк именем Агав. То есть это был рукоположенный служитель. Войдя к нам, он взял пояс Павлов. Ну, понятно, что он зашел в эту горницу, увидел, что чей-то пояс лежит. Он не знал, чей это пояс. Представьте себе эту картину. Он берет этот пояс, одевает на себя и говорит, тот человек, чей это пояс, будет схвачен где? В Иерусалиме. А этот пояс оказался поясом апостола Павла. И в этот же момент апостол Павл отправлялся в Иерусалим. Его начинают отговаривать, конечно. Взяв пояс Павлов и связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свежий в Иерусалиме иудеи придадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете, сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы были, не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Аминь. Слава нашему Богу. То есть апостол Павел был готов идти даже до смерти. Как Иисус Христос проявил свое послушание, как написано, даже до смерти и смерти крестной. Слава нашему Богу. И вы знаете, просто сегодня у нас будет совершено рукоположение. Я объявлю сегодня имена. То есть мы уже понимаем о том, что есть учительское опомазание. Например, Александр Жданович, у него явно учительское опомазание, и он уже учит, он уже развивается в этом служении, он преподает в нашей церковной библейской школе по определенной программе. Вот сейчас мы проходим, лично я, мы с супругой туда также ходим, для того, чтобы учиться у него. Мы проходим послание к филиппицам очень подробно, с какими-то определенными толкованиями, пояснениями. Потом вместе молимся за наши личные нужды. И вы знаете, особенность опомазания. Я хочу сказать, я первый раз нахожусь в такой церкви, вот, как в нашей церкви. В нашей церкви есть особенное опомазание. У нас очень благословенные семейные пары. Вот знаете, вот просто, почему настолько благословенные, потому что семейная пара, и муж, и жена верят в Бога, муж, и жена единомыслие пребывают и вместе служат. Вот насколько это может быть прекрасно. Я бы хотел спросить вас, знаете ли вы в этом мире семью, которая живет длительное время, которая находится в мире, в согласии, в единомыслии, постоянно пребывает в любви, в служении людям. Я могу сказать о том, что сегодня так трудно в мире найти нормальную гармоничную пару. Практически это невозможно. Я хочу сказать, что даже уже, к сожалению, в христианском мире сегодня мы можем найти уже мало примеров. Ну, в такое время мы живем. Я хочу сказать, в последнее время живем. Когда пастыря разводятся, и мы видим о том, что женятся на молодых девушках, там, по 18, по 17, по 19 лет, и продолжают нести служение. Вот я хотел бы сегодня реально вот просто заявить о том, что, ну, в моем представлении это уже не церковь. Когда пастырь развелся официально со своей супругой, женился на молодой девушке, но это Библия называет, Иисус Христос называет это прелюбодеянием. Извините, ну, просто это Библия говорит. Для меня это самый большой авторитет. И когда служитель оправдывает всячески о том, что вот я вот развелся с ней потому-то, потому-то, и вот женился потому-то, потому-то, я вот, я уже вот эти, вот эти оправдания не воспринимаю. Но для меня большой пример о том, что в нашу церковь приходят семейные пары, которые оба, и муж и жена, служат Богу, и они испытаны, они проверены, они благословенные. Я как-то не знаю, вот просто, ну, у меня нет слов. Я первый раз в такой церкви, где служат семьями. Ну, вот я могу привести реальный пример. Ну, это вот семья Пустошила, да, которая показывает реально, они оба в служении, они оба лидеры. Семья Ждановича, да, которая сегодня будет рукоположена. Ольга у нас уже руководитель воскресного служения, но она пока была не рукоположена. Она была просто на испытательном сроке. Конечно же, она прошла этот испытательный срок, и она принесла очень обильный плод. Мы все видим о том, что в постоянном, в добром деле она просто очень мощно трудится, тянет свою лямку, справляется хорошо, заказала откуда-то хорошие такие насыщенные программки для детей с картинками, им интересно, они там танцуют, они вместе поют какие-то развлекательные игры, ну, просто им интересно. Так что, слава Богу, да, остается только рукоположить и признать, признать ее дарование учителя, потому что она также учитель, который учит наших детей. Это ответственно, как вы думаете? Мы доверяем Ольге наших детей. Почему сегодня я берусь на себя вот какое-то дерзновение сказать о женщине, о том, что она учитель? Потому что Библия это говорит. Я, например, из тех пастырей, немногие пастыря, особенно, ну, я говорю о том, что в Болгарии, ну, когда, например, приезжала Лесли МакНолти, все пастыря категорически, принципиально не пришли на ее служение. МакНолти — это наши друзья, это мощные евангелисты, Кевин и Лесли МакНолти, которые сегодня несут служение в Индии, и на их служениях каятся миллионы. Мощнейшие евангелисты. И у Лесли невероятный дар учителя. Она может так учить. Библия об этом говорит. В одном месте Библия говорит, что женщина в церкви да не учит. Не будем вырывать место из контекста. В другом месте написано, что была такая семейная супружеская пара, благословенная, как их звали? Акила и Прискила, которые наставляли будущего апостола Аполлоса. И наставили его так хорошо. И написано, что они учили. То есть Прискила, жена Акилы, она учила будущего апостола. Аполлоса доставляла. У нее было дарование учителя. Это Библия? Это тоже в Библии написано. Аминь. Первая евангелистка, которая вообще в Библии, можно сказать, евангелизировала или рассказывала людям о том, что Иисус Христос воскрес, это была Мария Магдалена, которая Иисус Христос лично сказала, пойди то, что ты видела, что я воскрес, расскажи моим ученикам, расскажи апостолам. И она пошла и рассказала. Так что, о чем мы можем еще говорить? Ну, то есть наша церковь признает о том, что женщина, с благословения пастора, она может давать учения или какие-то наставления, или тем более учить в воскресной школе. Аминь. Можете сказать на это аминь? Я с этим абсолютно согласен, потому что это также написано в Библии. Не будем односторонне подходить к священному писанию или вырывать только одно место для удобства и закрывать глаза на другие места. Но я хотел бы показать вам путь превосходнейший. Это слова апостола Павла. Я хотел бы, чтобы мы вместе открыли первое послание Коринфе. Я уже заканчиваю. Это 12 глава. В самом конце апостол Павел пишет «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Заканчивается 12 глава. И потом начинается 13 глава, которая говорит о чем? Вся глава посвящена любви Иисуса Христа, Божьей любви. О том, что если я, вот написано, говорю языками человеческими, это с первого стиха, а любви не имею, то я медь звенящая или кимволзвучащая. Если я имею дар пророчества, то есть я пророк, да, там кто-то пророчествует, знает все тайны, имеет все познание и всю веру, ну то есть невероятно просто, что на любой вопрос может ответить. Так что могу и горы представлять. А не имею любви, то я ничто. Ну вообще ничто, понимаете? Ну это просто прах. Если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. И перечисляется. Любовь долго терпит, милосердствует, мы все это знаем, но это еще не конец. 14 глава начинается. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, и о чем больше всего надо ревновать? Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Слава нашему Богу. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Дар иных языков. Никто его не понимает. Но дух назидается. Он тайный говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он потом будет и изъяснять? Ну, то есть, дары новозыка, если ты еще имеешь дар толкования, то сразу изъясняй, чтобы церковь получила назидание. Аминь. Слава нашему Богу. Почему сегодня я говорю о пророчествах? Потому что, слава Богу, что в нашей церкви развивается пророческий дар, я бы очень хотел, чтобы вся церковь знала, кто у нас пророчествующий. То есть, мы сегодня рукополагаем семью Ждановича, это Александр Жданович, это Ольга Жданович. Мы сегодня рукополагаем диаконов, это Александр Шарич, который уже у нас несет служение диакона, он отвечает за порядок в церкви, за хозяйственную часть. У нас есть второй диакон, который также вы знаете, это Александр Шлопак, он ведет у нас видеослужение, он взялся за это служение очень серьезно и уже себя очень хорошо зарекомендовал как ответственный. И я бы хотел, чтобы мы помолились без рукоположения, чтобы церковь знала о том, что у нас есть пророчествующие сестры, как у диакона Филиппа было четыре дочери пророчествующие, так у пастора Геннадия тоже есть четыре сестры, которые тоже пророчествующие. Я бы хотел назвать имена о том, что, ну, это уже испытаны, ну, в том плане, что Бог несколько раз, много раз говорил через них, Людмила Пустошила. Вы можете, кстати, обращаться о том, что если есть какие-то нужды, не знаешь, выход из какой-то ситуации, сестра, помолись, пожалуйста, может быть, Бог через тебя проговорит. Она будет молиться, она будет молиться Господу или через сон, или через истолкование, или через непосредственно пророчество Бог может вам проговорить. Это Мария Базикова, которая здесь также присутствует, также имеет дар истолкование иных языков. Это наш, лидер нашего молитвенного служения, это Саша Коновалова. И также дар пророчества у нас проявляется через Ольгу Ждановичу, это четвертая сестра. Я хотел сказать, то есть, ну, я бы не говорил, если бы я лично не был свидетелем тех пророчеств, которые приходили. Наставления, вразумления, слова мудрости, которые приходили через сны, через истолкование, непосредственно пророчество какое-то просто приходило. Буквально вчера Саша Коновалова была у нас в гостях, говорит, я видела сон. И рассказала о такой сон, который вот, ну, лично меня просто вот, ну, он меня поднял, он как-то меня вдохновил, как-то меня, о, да, я все принимаю, короче, ну, как от Господа, потому что, ну, реально, ну, помазанное. Поэтому, если будут возникать какие-то проблемы, пожалуйста, чтобы вы знали о том, что у нас в церкви есть пророчествующие, благословенные всей церкви о том, что мы будем сегодня за них молиться, благословлять, чтобы этот дар развивался, чтобы он взгревался огнем Святого Духа. И все это по Писанию, слава нашему Богу. Ну, поэтому я хотел бы попросить сегодня выйти, семья Ждановича уже здесь, Александр, Оля, выходите сюда на сцену смело, Александр Шарич, хочу попросить, Саша Коновалова, это еще одна семейная пара. Посмотрите, какие прекрасные семьи, да, красивые, благословенные, ну, просто мы знаем их жизнь, внутреннюю жизнь, да, ну, как у пасторя прям, ну, у меня жена благословенная, ну, какой поп, такой приход, ну, как вот говорят, я шучу. И Александра Шлопак я тоже хочу пригласить. И сегодня у нас, я верю в то, что не случайно, у нас сегодня не гость, он к нам регулярно приезжает, участвует в служениях, проповедует периодически. Я хочу сказать, что Олег Григорьевич, который здесь в зале, он практически от основания нашей церкви, я помню, как Олег Григорьевич первый раз у нас, когда мы его собирали еще в сладкарнице, делился своим словом и рассказывал свое свидетельство об этих тучах, которые надвигались. Я и по сей день, я думаю, что до конца жизни буду помнить, когда первые капли начали падать, это было начало благословения. Я хотел бы попросить Олега Григорьевича, который является рукоположенным пасторем, который лично являлся наставником и семьи Ждановичей, и семьи Шаричей, чтобы Олег Григорьевич сегодня поучаствовал в рукоположении, и чтобы через его рукоположение пришло еще второе помазание. Аминь. Вы хотите? Потому что это ваш наставник, это ваш учитель, это также и ваш пастор. Да, Мария, тоже выходи. Потому что за Марию чуть позже мы будем молиться. Людмила, тоже выходи. Так, все. Пока все. Аллилуйя. Давайте вся церковь мы встанем, прострем наши руки. Знак нашего согласия, что мы согласны, что эти служители, что церковь наша растет, служители прибывают, дар расширяется. Я хотел начать с семьи Ждановичей. Аллилуйя, Отец, Ассана, слава тебе, всемогущий Бог. Просто благослови, Господь, Ивчий. Прямо сейчас этот драгоценный сосуд перед тобой, который, Господь, Ивчий, оказался верен, и мы верим, что он будет верен до конца, Господь, Ивчий. Смирен перед тобой, сокрушенный крота, Господь, Ивчий. Пусть прямо сейчас просто приходит на него сила Твоего Святого Духа, Господь, Отец. Пусть Твое учительское помазание, Господь, Ивчий, придет на него прямо сейчас. Ты когда-то сказал Иисус. что никого не называйте учителем, потому что есть только один учитель, и мы это признаем. Мы признаем учителем только нашего Господа Иисуса Христа, но мы также признаем, что и Господь Саша Александр Жданович, он является клеточкой Твоего тела, Господь, и на нем Твое учительское помазание, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. Мы просто приглашаем все церкви, Господь Иосифович. Аллилуйя, Отец, нашего брата, учителем церкви, который имеет власть и право, Господь, полное право учить церкви, Господь, наставлять, Господь Отец, новорожденный, Господь, те, которые пришли недавно, которые давно ходят, Господь, чтобы, Господь, это учение было чистым, Господь, чтобы оно приходило прямо с небес, чтобы оно было основано на Священном Писании, и чтобы оно реально было помазано, Господь, Отец. Во имя Иисус Христа мы молились, молитва, согласие, и народ Божий скажет Аминь, Аллилуйя, слава Богу. Господь, мы также благословляем нашу благословенную сестру, которая испытана, которая уже принесла очень хороший плод, Господь, Аллилуйя, Отец, Олю, Господь, благослови, пожалуйста, Господь, Отец. Пусть, Господь, на нее также приходит твое учительское помазание, Иисус. Ты на самый любящий учитель, Господь, который всегда верно учит и наставляет, и всегда делает это в любви. Спасибо тебе, Господь, дай принять прямо сейчас этот дар в самое сердце, Господь, чтобы, Господь, учение Оли было настолько просто, чтобы ее понимали все дети. Господь, Аллилуйя, Отец, пусть приходит очень много любви, Господь, через эти слова, назидающиеся, созидающиеся, составляющие тела Христова, Господь, Господь, яви свою славу, Господь, через Ольгу, Господь, обильно, Господь, мы признаем, Господь, дарование сестры, Господь, как помазание учителя, Господь, нашей церкви, который верно и истинно учит, Господь, Отец, Оссана, слава тебе, очисти, Господь, наши уста, Господь, пусть это учение всегда будет, Господь, просто приправлено солью, Господи, помазано, Господь, лично тобой, Иисус Христос. Мы молились молитвой согласия, Господь, на этом месте, и вся Церковь Божия скажет Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Господь, мы благословляем, Господь, нашего брата Александра, Господь, Отец, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Отец, Господь, возможно, это только ступенька, Господь, потому что я знаю много диканов, которые потом в последующем стали пастырями, Господь. Я знаю учителей, которые стали пастырями, Господь, Отец. Пусть, Господь, просто приходит Твое, Господь, помазание, Господь, Отец. Сосана, слава Тебе, Твой, Божий, порядок, потому что Ты не есть Бог не устройства, но Ты есть Бог мира и порядка, Господь, Отец. Пусть в Доме Божьем всегда будет порядок, Господь. Пусть в Доме Божьем, в Твоем доме всегда будет пища, Господь, Отец. Всегда будет тот, кто печется от Твоих стола, Господь. Пусть, Господь, к этим столам приходит много народа, Господь, и там всегда будет Твой мир, Господь, Твое устройство, Господь. Мы благословляем нашего брата на служение дьякона, Господь, в церкви, Господь, служителя Господь, помазанного служителя Господь, который Господь после рукоположения Господь пусть как и Стефана, как и Филиппа Господь, как и Прохора Господь, просто Господь Твой Дух Святой наполняет словом Господь, чтобы Господь он так же благовествовал Господь, как и Филипп так же переносился Господь по воздуху Господь, очень носился Господь лично Твоей рукой, Господь Отец просто благословляем, пусть Твое помазание прямо сейчас придет во имя Иисуса Христа мы молились молитвой согласия Господь за Александра Шарича Господь и мы всей церковь признаем его власть дьякона господь здесь по местной церкви во имя нашего господа иисус христа и церковь божда скажет аминь аллилуйя слава богу господь мы молимся за александру господь коновалова господь и очень нашу благословенную сестру и дочь самого великого царя царя царей господь эти слова тебе всемогущий господь она уже зарекомендовала себя господь как молитвенница господь очень она твой верный сосуд очищена омытый господь у чаще освещены для твоей славы, для Твоей силы, Твоей славы, для многих молитв, Господь, Отец. И она создает молитвенную группу здесь, в нашей церкви, Господь, Иочи, и у нее все получится, Господь, Иочи. Мы просто, Господь, призываем Твою славу, пусть Твое помазание, молитвенное помазание, Господь, Иочи. Аллилуйя, Отец, прямо сейчас придет, Господь, и умножится в этом сердце, Господь, Иочи. Усилие молитвы. Пусть власть, Господь, умножается, Господь, в ее молитвах, прошениях благодарениях моленняя господь отец со санов паста господь отец дай господь умножь ее силу господь от чьи alely отец как мощного молитвенника господь и поклонника господь от чьи да подымет она в наши по местной церкви мощную молитвенную группу мощно молитвенно и войска господь отец для этого нужно много сил от тебя господи но эти силы всегда приходят господь и очень all damping от cia потому что без на господь наши жажды призывает бездна твой богатство господь твоей власти и твоей силы сонма ангелов приходит господь нашу поместная церковь для того чтобы служить господь очень народу который придет аллилуйя просто благословляем это молитвенное служение благословляем господь нашу сестру молитве согласия аллилуйя и вся церковь божий народ скажет на это аминь аминь слава богу аллилуйя отец благослови господь нашего брата алекса александра шлопа господь отец асана господь отче аллилуйя отец мы благодарны себе за то что господь эта драгоценная душа уже несет служение в нашей церкви за то, что он ответственно, Господь, подошел к видимому служению, к видео-чату, Господи. Наше служение постоянно выходит в эфир, Господи. Нас смотрят уже сотни людей, Господь Отец. Слава Тебе, Господь Отец. Пусть это, Господь Отец, помазание, которое придет на нее прямо сейчас, Отсана, умножится, Господь Отец. Пусть придет власть и сила, Господь, дарование, мудрость, сходя сейчас выше, которая будет лично от Тебя вразумлять, Господь, Алиса, для того, чтобы расширять границы Твоего Божьего Царства, Господь Отец. Аллилуйя, Отец, слава Тебе, Господь, Отец. Спасибо Тебе, Господь, Отец. Прямо сейчас пусть придет сила, Господь, двойное помазание, Господь, Отец. Пусть он состоится, Господь, также, Господь, Отец, как, Господь, Глава семьи, Господь, как бизнесмен, Господь, как руководитель, Господь, как управитель, Господь, Пусть, Господь, в его жизнь придут обильные благословения, Господь. Слава Тебе, всемогущий Бог. Мы молились. Молитва благословения и Господь Отец. Мы приглашаем Александра Шлопака, как дьякона Господь. Церкви, которая ответственна за видеослужение, молитве согласия. Церковь скажет на это. Аминь. Слава Богу. Я хотел бы сестер попросить. Мария, Саша, Люда, Оля. Выдите сюда. Мы не будем на вас возлагать пока руки. Но если дар проявится, то кто-то из вас может в будущем стать реально пророком. Не пророчествующий, но пророком. Потому что пророчествующий – это только этап к более высокому призванию. Давайте мы прострем наши руки. Аллилуйя. Слава тебе, Господь, Отец. Вразумляй нас, написано, Господь. Ты обещал, Господь, что ты будешь вразумлять, Господь, дочерей своих и сыновей своих через сновидение. Через, Господь, пророчество. Через слово знаний. Через слово мудрости, Господь, Отец. Господь, говори через наших сестер. Они уже, Господь, Аллилуйя, проявились. Это пророческое дарование. Пусть оно умножится, Господь, Отец, во имя Иисуса. Чтобы, Господь, нам и народу Божьему знать, к кому обращаться. Мы идем, как тебе, Господь, Отец. Чтобы, Господь, ты проговорил. Чтобы ты показал, Господь, Отец, Остан. И у тебя есть верные сосуды, которые для тебя, Господь, очищены. Они благопотребные владыки, Господь, которые ты сам избрал. И через которых ты хочешь обильно проявляться. Еще более обильно, Господь, Отец. Слава тебе, всемогущий Бог. Мы благословляем, Господь, наших сестер. Мы благословляем Марию. Мы благословляем Сашу. Благословляем Людмилу еще и еще раз. Благословляем Ольгу, Господь. Для того, чтобы этот дар пророчествующий, дар, Господь, он умножился в нашей церкви. И чтобы пророчество в нашей церкви становилось все больше и больше. и придет время когда в нашей церкви господь восстанет пророк или в основном пророки господь это будет для твоей славы потому что это очень благословенный дар это господь очень просто господь такое благо господь когда церковь знает что сам господь говорит сам иисус говорит обращается к нам и влагает свои слова в наши сердца мы молились на этом месте молитва согласия аллилуйя аллилуйя и народ божий скажет еще раз аминь аминь слава богу давайте мы воздадим славу нашему господу поздравляю будьте благословенны еще раз аллилуйя мария будь благословенны саша слава тебе слава тебе иисус аллилуйя быть благословен александр учитель людмила быть благословенным слава нашим богу присаживайтесь пожалуйста спасибо большое или григорьевич участие слава богу